Продолжение следует... 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 Кантон тогда был очень-очень крупным торговым центром мирового масштаба. Там все продавалось и все покупалось, и поэтому России было бы очень выгодно торговать с этим городом китайским. И нужно было доставить еще в Японию первого официального посла России в Японию Николая Петровича Рязанова. На тот момент ему было 39 лет. Мужчина был состоявшийся в жизни. К сожалению, у него умерла жена за год до этой экспедиции. Он был убит горем, и чтобы его как-то немножечко оживить, наверное, его отправили в эту экспедицию. Он там очень оживился, оживил всю команду, это вы, наверное, тоже знаете. И впоследствии человек был очень неоднозначный. Он сколько добра сделал, столько и неприятностей доставил. Но неприятностей морального скорее толка, а добро он все-таки делал тоже доброе. Например, снабдил нашу Русскую Америку хотя бы питанием как-то кораблями Юнона и Авоськ. Потом эта история легла в основу книги, книга в основу спектакля, и Николай Караченцев заставил плакать всех советских женщин в той эпохе. Итак, Россия поручила эту экспедицию провести под начальством Ивана Федоровича Крузенштерна. Ему было всего 32 года. Он к этому стремился очень долго, ну минимум лет 10. Он всем пытался объяснить, зачем нужна эта кругосветная экспедиция, и зачем нам нужна короткое сообщение между Русской Америкой и Кантоном. Его слушали, но в полуха, и его назначили командовать экспедицией тогда, когда он уже решил, что его просьбы не будут услышаны, он тогда уже женился, жена уже родила первенца по имени Отто, и тут его призывают как раз руководить экспедицией. Она продлилась целых три года, и не было известно, погибнет ли он там или нет. Всякие болезни, тропические болезни, в конце концов, еще куча всяких опасностей, кроме болезней может быть. И тем не менее он покинул свою жену, о которой думал все равно каждый день, и хранил ей верность и так далее, и отправился в это плавание. Взял он с собой вторым капитаном на втором судне Юрия Федоровича Лисянского. Это был его друг, с которым они прошли много интересных приключений в юности. И Иван Федорович Крузенштерн думал, что Юрий Федорович Лисянский, его, так сказать, духовный брат, и никогда не подведет и так далее. Тем не менее, после экспедиции они как-то перестали тесно общаться. Так уж получилось. Друзья познаются в беде, как говорится, в действии, так скажем. И почему у них одинаковое отчество? Потому что когда Крузенштерну пришлось брать русское имя, он взял самое обычное имя – Иван, и отчество он взял как у Лисянского – Федоровича. И таким образом Крузенштерн оказался у нас Федоровичем. Итак, два капитана, два друга отправились в 1803 году в конце лета в первую российскую кругосветную экспедицию. Вышли они из Кронштадта, который в Санкт-Петербурге рядышком находится. И вот так они выглядели. Я постаралась найти портреты их максимально ближе к 1803 году. Но здесь Крузенштерн на пять лет старше уже вернулся из экспедиции. И, видимо, нашли средства на портрет лишний. Как бы так, потому что вернулись они и стали небедными людьми. Потому что все-таки первое кругосветное пламань, оно приносит какую-то прибыль интересную. И Юрий Федорович Лисянский в 1810 году, так он был изображен. То есть мы видим совершенно вдохновленных, юных, очень таких симпатичных, на мой взгляд, и умных, самое главное, людей. Это были умнейшие люди той эпохи, на самом деле, очень выдающиеся. И их действия вдохновили на подвиги остальных великих людей. Например, тот же Миклуха Маклай, который в дальнейшем отправился путешествовать и так далее. Конечно же, он вырос на дневниках этих людей. В свою очередь, советская эпоха выросла на дневниках Миклуха Маклая. И, в принципе, вот эта лекция, она посвящена также тому, что нужно помнить об этих людях. И, конечно же, мы потом переориентировались на, так скажем, дедушку Ленина. Он тоже у нас подвиги совершал, судя по рассказам Зощенко. Но, тем не менее, сейчас в школах и так далее, все-таки следовало бы как-то вспоминать о Крузенштерне-Лисянском, о том, что они у нас называются первопроходцами. То есть люди с честью, без страха и упрека. Кто у нас был в команде? В лекции у нас заявлена тема, кто был в команде и чем же они интересны, эти люди. Там был, например, 25-летний Беллинсгаузен. Здесь на портрете ему уже, здесь, наверное, в районе около 45-50, а может и больше, нашли примерным. Это второй капитан с Беллинсгаузеном. Они отправились открывать Антарктиду и открыли ее. Буквально на пару дней раньше британцев. В 1820 году они ее открыли, а в 2020 мы праздновали 200-летие события. И это изображение у нас земного шара. Если вы возьмете этот шарик, поднимете себе над головой и посмотрите снизу вверх. И вот вы увидите вот эту картину. То есть вот такое вот они исследование провели. И с заходом как раз в Новую Зеландию. Оставили интересное описание Новой Зеландии. Что касается следующего интереснейшего участника, это был племянник Грузенштерна Отто Коцебу. С ним плавал морец Коцебу, его брат. Ему было 13 лет. И два брата периодически конфликтовали. Но дети, есть дети в принципе. Так как темой еще одной лекции заявлены конфликты, которые происходили между участниками. И вот как раз детские конфликты там имели место быть на корабле. Их периодически разнимали, этих братьев. И Коцебу у нас прославился тем, что в дальнейшем он совершил под своим командованием еще две кругосветных экспедиции, тоже с научными целями. И он у нас открыл и исследовал Маршаловы острова, которые сейчас связаны тесно с США. А в те годы их исследовал наш замечательный Отто Коцебу. Читая его дневники, невозможно удержаться от смеха. Он человек с огромным чувством юмора. Я когда читала дневники, просто влюбилась в этого человека. Надеюсь, те, кто прочтут его дневники, испытают те же эмоции. Он исследовал цепи островов Ралик и Ратак. И в частности он открыл атолл Бикини. Чем он известен Бикини? Известен тем, что в 1946 году в США провели там первые ядерные испытания. И в этот же практический момент проходил показ модных купальников. Маленькие мини-купальнички, которые думали, как назвать. Либо «атом» и использовать слоган «split the atom», то есть «расщепите атом», или использовать какой-то другой термин для него. Использовали термин «бикини». И так этот купальник у нас вошел под названием «бикини». Но когда Отто Коцебу открывал этот остров, он назвал его Атолл Эш-Шольц или остров Эш-Шольца. Эш-Шольц – это был судовой его друг и ученый, который тоже плавал с ним на корабле. Далее мы видим следующего участника экспедиции. В экспедиции всего участвовали 129 человек, и от 81 до 85 находились на борту «Крузенштерна», на корабле «Надежда», который был более большой. Следующий участник экспедиции был Макар Иванович Ратманов. Он был по значимости второй после капитана. Он командовал людьми именно в психологическом, так скажем, плане. Был у него твердый стержень. Настолько, что Коцебу, когда в дальнейшем уже в самостоятельное плавание отправился, один из островов назвал островом Ратманово. И это будущий у нас вице-адмирал, а ему было тогда 30 лет. И он даже в конце плавания был «Крузенштерном» повышен на следующий уровень по рангу, по званию. Вот так вот он отличился в этом кругосветном плавании. Тем не менее, у него были иногда конфликты с Отто Коцебу, потому что он его воспитывал просто-напросто. Ребенку, можно сказать, было 15 лет. Хотя, в принципе, как бы не ребенок, но у нас дети сейчас до 30 лет, и поэтому сложно сейчас согласовывать то время и наше время. Итак, в научную группу экспедиции вошли врач Карл Эспенберг, его помощник Иван Сингам, тогда эта должность называлась подлекарь, астроном Горнер, натуралист Телезиус, его все называли Телезиусом, конечно, у него так целиком называется Вильгельм, Телезиус фон Тиленау, но это был просто Телезиус, и везде, где вы видите слово Телезиус, это означает, что вот этот человек носит вот все эти имена. Он оказался совершенно великолепным художником, прекрасно играл на музыкальных инструментах и был всесторонне развитым и одареннейшим человеком. И именно он своими рисунками как раз прославил эту экспедицию. И был натуралист Георг Лансторф, он тоже замечательный, абсолютнейший ученый, и коллекцию рыбок, собранных им в Японии, в той части экспедиции, где они были у берегов Японии, можно как раз видеть на вот этой выставке, которая здесь сейчас открыта, которая больше такой выставки в принципе в ближайшие десятилетия не предвидится. Это шикарная, великолепная выставка. И всего в плавнике, как я сказала, было 120 человек, 81-85 на надежде. И что касается конфликтов у Горднера и Лансдорфа, неважное отношение отмечает еще один интереснейший участник экспедиции, Ермолай Ермолаевич Левенштерн. Левенштерн оставил после себя дневники, которые сейчас можно найти только в библиотеке. Дневники почему не публикуются снова и снова? Левенштерн слишком, он их писал для себя, он их не писал на продажу, он не писал их для публичности. Он их писал просто, чтобы себе запечатлеть или как-то выговориться, скорее всего. Потому что на самом деле эта экспедиция, она, наверное, в истории одна из самых конфликтных, наверное, за всей экспедиции, которую можно было себе представить. Почему? Потому что задач у экспедиции было слишком много. И слишком много ярких-ярких людей собралось на одном борту. И каждый человек, по мнению Левенштерна, был в меру свою эгоистичен. И именно эгоизм как раз послужил причиной столь большого количества конфликтов. А эгоизмом он называл просто-напросто уверенность каждого в том, что каждый прав. То есть они спорили на научные темы, они спорили на все темы, которые могли быть. И Левенштерн как раз запечатлел все эти конфликты. Тем не менее, все-таки он акцентируется слишком сильно на этих конфликтах и слишком в ироничном ключе рассматривает все, что происходило тогда на борту. На самом деле, если Отто Кацебу назвал остров имени Ратманова, значит, все-таки Ратманов его воспитал правильно, так скажем. Значит, дело не только в конфликтах, но еще в таких моментах. Чисто мужской коллектив – это на самом деле достаточно сложные отношения все-таки. И в условиях между жизнью и смертью, когда идет шторм и так далее, все должны бесприкосновно слушаться только капитана. Но там попал в их команду еще и граф Федор Иванович Толстой. Это дядя Льва Толстого. Когда этот граф Толстой умер, Льву Толстому было 18 лет. Получил он прозвище «американец». Почему? Потому что Крузенштерн не выдержал и высадил его на Камчатке. То есть, доплыв до Камчатки, его просто-напросто высадили с борта, чтобы он больше не мутил воду, как говорится, команде. И он отправился пешком в Санкт-Петербург через Сибирь. Это был офицер, путешественник, повеса, авантюрист. Стрелялся на дуэлях. По его словам, он убил 11 человек. Поэтому судьба отобрала у него 11 рожденных детей. Только одна дочь дожила до совершеннолетия. И он видел мистику в этой жизни, так скажем. И человек был абсолютно безбашенный, как мы бы сейчас сказали, бесшабашный, без царя в голове. И довел команду до просто уже дрожи от ненависти к этому человеку. Потому что он делал от скуки розыгрыши, которые, конечно же, не всем нравились. Вот, например, в Бразилии купил он себе макаку, пишет Ливенштерн. И далее описывает, что было с этой макакой. Сначала граф Толстой ее привязал на веревочку на палубе. И вся команда в первые дни, конечно же, развлекалась с этой макакой. Но в дальнейшем они позабыли об этой макаке. Макаке стало скучно. Она сорвалась с веревки, стала прыгать по всему кораблю. Поймать ее было невозможно. Потом ее взял под защиту себе один человек. Привязал ее на веревочку у себя. Где-то там. Потом макака опять сорвалась. А граф Толстой, вот этот самый замечательный человек, ему было всего 21 год, как мы видим, тут на презентации написано, я забыла упомянуть. 21 год он научил, например, макаку макать в чернила что-нибудь и лить эти чернила на бумагу. И запустил ее в каюту Крузенштерна. А Крузенштерн вел научные записи на всякий случай. Поэтому, ну как с этим человеком дальше ладить? В принципе, никак. Там он еще очень грустную шутку пошутил с попом, священником, который находился на корабле Лисянского. Об этом можно прочитать. Это вообще известные факты. И Ливенштерн пишет, что граф Толстой единственный, кого все покинули, все презирают, осуждают, и он останется на Камчатке. Ну да, он и остался на Камчатке. Почему он получил прозвище Американец? Потому что он добрался до Алиутских островов. Там якобы побывал в местном племени, которое якобы сделало его вождем, племени индейцев. И якобы сделало его вождем, но потом его подобрал торговый купеческий корабль и привез его куда надо, на Камчатку. Оттуда он уже пешком отправился через Сибирь, в Санкт-Петербург. Дошел, все было хорошо. Вот понятно, что женился, и потом судьба его немножко наказала, по его мнению. Хотя тогда это была ведь не редкость без антибиотиков, как бы и дети, и очень тяжелые вещи жить в те времена, на мой взгляд. И что касается еще одних интересных персонажей. Это были пять японцев. Одного на всякий случай назвали Петр Киселев. Почему? Потому что он хорошо говорил по-русски, и он даже уже принял христианство. Остальные четверо японцев до такого не дошли. Он принял христианство, Петр Киселев, женившись на русской жене, у него уже были дети, когда его попросили как переводчика переводить для этих четырех японцев, а как они оказались в Российской империи. Их просто штормом во время шторма прибило к берегам России. И вот в пятером их пытались привезти обратно в Японию, чтобы показать, что прекрасное отношение к этим японцам с российской стороны. Они побывали на приеме у самого императора российского. Их одарили подарками хорошими и отправляли их домой, чтобы показать, что к ним хорошо относятся, хотят наладить хорошие связи с Японией. И отправили посла Рязанова, которого я вышеупомянула. Кстати, его портрет, который у меня был в презентации, висит там сейчас на выставке. Можно полюбоваться на этого человека. Он был правда очень красивый, очень яркий. Он был такой фанфаронистый. Но черты характера, которые у него были, судя по всем дневникам, сейчас бы мы сказали, что это психопатический склад личности. Потому что у нас сейчас модна психология. По психологии можно узнать в Википедии и так далее. Психопатический склад личности. То есть сколько добра, столько и зла. Сегодня он думает так, завтра он думает вот так. Сейчас он грустный, через секунду он может уже смеяться и веселиться. То он плачет, то он смеется, то он хочет одного, то другого, то он притворяется больным, то он стонет, то он танцует. То есть то он ходит босиком и в неряшливом виде, то он надевает самые красивые мундиры и ругает других, почему те не одеты как нужно. В общем, вот такой вот абсолютно непоследовательный человек. И своей непоследовательностью он довел не только к Розенштерну, но и всю команду. К большому сожалению, вот как раз его портрет, которым можно полюбоваться на выставке. И господин Рязанов женат был на дочери купца Шелихова. Шелихов основатель российско-американской компании. За это он получил знатное имение, состоявшее в акциях компании, сохранение коего зависит от благосостояния американского торга. Так описал намерение Рязанова и Крузенштерн. То есть Крузенштерн думал, что Рязанов не просто едет от лица Российской империи основывать дружественные торговые связи с Японией, но и преследует собственные корыстные интересы. Ему нужно было наладить торговлю не только с Кантоном, но и с Японией. А с Японией ближе и удачнее и удобнее было бы торговать товарами российского производства. Какими товарами? Шкурками каланов. Вот эти вот животные замечательные, они сверхумные. И у алиутов, вот здесь, на алиутских островах, было мнение, что эти животные на самом деле люди просто в телах животных. Они у них были обожественны и так далее. Их вылавливали, конечно же, не на продажу, только ради пропитания. Старались, конечно, их не ловить, а ловить их других каких-то менее умных сородичей. И у алиутов они даже введены в божественный пантеон, на самом деле, эти животные. Но когда пришли туда русские люди, потеснили местных алиутов в жестоких схватках, конечно же, и забрали себе эти каланьи угодья. Шкурки каланов очень ценились в кантоне. Оттуда они ехали в Пекин. Шкурки каланов шли через Петропавловск посуху. В кантон они шли не российскими кораблями, они шли британскими кораблями. Вот в чем было дело. Поэтому Крузенштерн, будучи искренним и истинным патриотом, настаивал на том, что теперь российские корабли должны из алиутских островов возить шкурки калана в кантон напрямую. А наши российские люди делали что? Не напрямую в кантон отправляли эти шкурки, а посуху через Петропавловск, через Охотск, потом Нерчинск, потом либо Иркутск, либо Кяхта. Вот эта Кяхта – это сейчас город в Бурятии на самом деле. Он совершенно маленький такой уездный городок. А тогда это был крупный торговый центр. И дальше уже посух ушло это все в Пекин. И занимало это до двух лет. Это зависело от разлива рек, от грязи на дороге, от того, снежная ли хорошая зима, раньше ли она придет или позже. Если раньше, то все заледеневало, и можно было легко на санях все это тащить. А если была грязь, и осень была долго задерживалась, то по грязи это все тащить было невозможно. А морской путь, на котором настаивал Иван Федорович Крузенштерн, занимал бы максимум четыре месяца. Это если там плохие ветра и так далее. А то можно было и побыстрее бы управиться. И таким образом, первое кругосветное путешествие, оно было очень-очень значимым для Российской империи. Потому что после этой кругосветной путешествии на картах остался, конечно же, этот путь, которым в дальнейшем пользовались наши люди для поездок в Кантон. И самая главная себестоимость скорой Калана – один рубль, а продажа может доходить до 600 рублей. Но в среднем цена минимальная была 200 рублей на самом деле. Ну, максимальная – 600. И по суху можно было идти чуть ли не пять лет. Но в целом за два года люди управлялись пешком, если они шли от Камчатки до… Тут Москва нарисована, на самом деле, до Санкт-Петербурга нужно было бы идти. И вот максимальный путь мог занимать пять лет. Если были тяжелые обозы, если их было нужно тащить, и если это были стройматериалы, например, на Камчатке, ведь там же вечная мерзлота, там нет древесины, там невозможно чинить корабли, там для мачты нужны огромные деревья, откуда их брать, там все, низкорослые всякие вот эти тундровые леса. И чтобы протащить вот эту мачту, например, сюда, или как-то заказать ее, возможно, у британских торговых судов, то есть все это было очень сложно. Поэтому наша экспедиция, она была крайне-крайне нужна, важна, и это на самом деле огромный исторический шаг вперед. Посмотрим маршрут Розенштерна-Лисянского. Вышли они, как я говорила, из Кронштадта. Вместе спокойно дошли до Копенгагена, вместе спокойно дошли до британского города Фалмут. Но тут Лисянский взял и убежал вперед, и пришел раньше в этот город на пять дней. Но это еще ничего. Розенштерна-Лисян стерпел, попросил больше так не делать. Вместе они дошли до Бразилии. Потом начали огибать мыс Горн, и мы видим, что синяя линия – это у нас корабль Розенштерна. Более тяжелый, там трюмы были забиты пропитанием для 80 человек, там были животные на борту, подарки императора, нашего российского императора, для японского императора. То есть корабль был тяжелый, и он поэтому был маломаневренный. У Лисянского был кораблик полегче, и он быстро проскочил этот мыс Горн. А вот Крузенштерн задержался на неделю, борясь здесь с ветрами и с адскими штормами, потому что штормы здесь очень-очень тяжелые. И далее Лисянский что сделал? Зашел на остров Пасхи. А Крузенштерн смог прийти на остров Нукухиева. Почему? Потому что насчет конфликтов между членами команды Рязанов заявил, что он главный. И показал инструкцию от царя, где было написано, что он руководитель экспедиции. И пытался заставить Крузенштерна слушать себя. Крузенштерн не мог поверить в это, потому что у Крузенштерна была инструкция, где было написано, что он главный. Но на Тенерифе только инструкция о том, что главный Рязанов, этот самый Рязанов, вытащил только на Тенерифе через три месяца после начала пути. И Крузенштерн даже думал, что, возможно, Рязанов сам своей рукой дописал к инструкции или поменял просто листы этой инструкции, где было указано, что он возглавит эту экспедицию. На самом деле это было не совсем так, просто так получилось. Зная, что эти люди, Рязанов и Крузенштерн, вряд ли бы сочетались характерами, и как можно делать человека, никогда не плававшего главным на корабле, тоже непонятно. И поэтому царь, извините, царь император российский выдал одну инструкцию о том, что он главный Рязанову, другую инструкцию Крузенштерна. И подумал, что пускай ребята сами разбираются. Но ребята, они вступили в жестокую схватку, переманивали друг другу членов экипажа. Рязанов манил их денежным вознаграждением. Крузенштерн упирал на честь, совесть и достоинство. То есть конфликт был на самом деле очень тяжелый, очень серьезный. Там мужчины и плакали, потом обнимались, целовались. То есть эмоций на корабле было очень-очень много. И вот что пишет Ливернштерн. Лисянский за два дня до нас прибыл в Фалмут. Это вот тот самый британский город. Вот это было рандеву. Он сразу же написал, что пять дней у нас будет ждать, а потом поплывет один. То есть когда кто-то приходил куда-то раньше, то он мог, если это был, например, остров с туземцами, то он мог закопать бутылку в условленном месте, указавшую роту, долготу, и в бутылке оставить письмо для капитана, если тот придет. Ведь тот мог погибнуть спокойно на мысе горн, мог погибнуть еще где-то. Сам Ливернштерн пишет, что минимум шесть раз были ситуации, когда корабль чуть было не погиб. И вот слова его были пророческими. Всего-то через несколько недель после начала экспедиции, когда Лисянский уже убежал вперед от Крузенштерна, Ливернштерн пишет, что будет возможность отделиться от нас, то Лисянский, конечно, не применяет ее воспользоваться. Так на самом деле и случалось на всем протяжении пути. Мало того, забегая вперед, скажу, что Лисянский пришел раньше в Кронштадт, получил все почести, посетила его императрица, подарила всем по золотой шкатулке, а уже когда подошел к Ливернштерну, уже золотых шкатулок на них не осталось. Вот о чем сетовал как раз Ливернштерн. И маршрут интересный проходил, самый интересный, на мой взгляд, часть этого маршрута проходила в регионе, который сейчас у нас называется Океания. В те годы этот регион называли просто Южные моря. Конечно же, мореплаватели встретили там очень много прекрасных девушек, вот этих вот мы видим каких. Это на самом деле жители Вануату, это меланезийцы, у них темный цвет кожи. Но не совсем их они встретили, они встретили девушек чуть с более светлой кожей на Мартийских островах. Что касается самой Океании, почему маршрут был удивительным и в то же время, почему на этом акцент? Потому что в этом регионе могли людей просто-напросто съесть, как съели Кука. Ратманов в своих дневниках, будущий вице-адмирал, которому тогда было 25 лет, пишет, что узнав причину убийства Кука, он встал на сторону туземцев. Но не на сторону Кука. То есть вот такой вот интересный Ратманов сделал вывод, что Кук относился к туземцам слишком пренебрежительно, нарушил на самом деле законы чести и достоинства, за что как бы и был убит. Несправедливость состояла всего лишь в том, что туземцы хотели с него больше каких-то железных предметов, бусинок, зеркал, битых стекол, которыми можно было бриться. А у Кука не осталось на корабле ничего совершенно, кроме его замечательных татуировок, которые гласили о том, что он великий вождь, что у него огромная мана. Мана – это харизма такая, которую имеют местные жители у себя внутри. И чтобы эту ману передать другому, нужно умереть и передать это по наследству своим детям, или же нужно быть съеденным. И тогда тот, кто съедает этого человека с большой маной, получает эту ману себе. И поэтому убийства были ритуальными после войн, после местных. Это как раз насчет конфликтов. Конфликтовали, конечно же, все в те годы, просто все со всеми. По-моему, там без конфликтов в те времена вообще не жили. Поэтому я очень рада, что у нас есть и ООН, и права человека, и Международный суд и так далее. А в те годы ничего этого в помине не было. Они защищали себя только саблями, ружьями, мушкетами и вот этими огромными, на самом деле, пиками и кольями, которые гавайцы умели кидать на огромное расстояние и очень метко. И таким образом они попали, вот как здесь на картине нарисовано. Конечно, это утрировано. На самом деле, вот это копье, оно летело очень много метров, прежде чем достигла виска кука. А Кук хотел уже просто-напросто силой забрать продукты питания у островитян, и гавайцы просто-напросто не отдали свои продукты. Настоящие, как говорится, мужики встали на защиту своих хозяйственных всяких продуктов питания и принадлежностей. И когда Джеймс Кук вышел на берег, чтобы набрать пресной воды, то он был там убит. Но затем удалось договориться и получить часть останков Джеймса Кука, которые по морскому обычаю были потом свалены в море, и таким образом был захоронен Джеймс Кук. А часть останков вот эти замечательные люди оставили себе, потому что в останках хранилась его мана. Ведь он татуировал себя как великий вождь, и значит, у них осталась мана этого великого вождя. И передали останки, где, возможно, были следы как раз жертвоприношения ритуального и каннибализма. То есть просто следы зубов немножечко. И это говорит о том, что каннибализм был на самом деле опасной чертой океании. И вот туда как раз отправился Грузенштерн, оставив молодую жену и ребенка на берегу. Итак, еще раз посмотрим. Лисянский у нас побывал на острове Пасхи. Затем они посетили остров Нукухиеву. Здесь корабли высоединились и пишут, что радости не было предела. Они салютовали друг другу, обнимались и плакали. Все было прекрасно, что не раскидало их совсем уж штормами. И затем они пришли на Гавайские острова. Но по порядку. Зачем они заходили на эти острова? Заход на острова был вынужденной мерой. Нужно было пополнить запасы питания свиньями. Свиньи в океане очень ценятся. Вот мы видим денюжку. Это королевство Тонго. У нас в центре Тихого океана есть королевство. Там на самом деле заседает король. Он огромный, он двухметровый, весит 250 килограммов. И так из рода в род передается его вес замечательный. На Гавайях тоже короли весили столько же. Королева еще больше. Коцебу их описывал так, что когда она садилась в лодку, то лодка накренивалась. И никто кроме нее в эту лодку больше сесть не мог. На самом деле. Потому что если бы кто-то еще сел с этой королевой в лодку, то лодка бы просто-напросто перевернулась. Ну, это так вот шутил Коцебу. Видим свинью на марке в Папу-Новой Гвинеи. И видим свинью при посещении французского президента, своих владений французских. В 2016 году Франсуа Олан решил посетить Таити, Новую Каледонию. И маленькая владенница, где живут всего 15 тысяч человек, называется Олес и Футуна. Тем не менее, для Франции это владения важны. И президенты время от времени, там раз в 20-15 лет примерно, совершают такой вот круиз по островам своим. Их приветствуют, зарезая свиней. Вот, например, в его честь, он считается же самым великим вождем, зарезали 50 свиней. Это огромное количество. Джеймсу Куку всего 12. Еще раз, как бы, обращая внимание на маршрут, посещали остров Пасхи. Нокухиево, Гавайские острова. Между пролетами, между островами примерно 3-4 недели. Иногда по 2 месяца могли плыть, если был штиль, например, не было ветров. И, следовательно, питание очень важный аспект для команды. Ливенштерн, кстати, очень много внимания уделяет еде в своих дневниках. И говорит о том, что высшее руководство питалось всегда хорошо, а не низшее, как бы, не высшее руководство похуже. Ну, матросы тоже неплохо, но матросов часто текли слюнки, потому что высшее руководство пило больше всяких спиртных напитков. Ну, делалось это потому, что не было антибиотиков. И как еще убить бактерии, да, как вылечить горло больное после шторма, как привести себя в порядок. Ну, только спиртными напитками, конечно же. На корабле их было предостаточно, и была нормированная выдача напитков. Но сверх этой нормы, конечно же, доставалось и высшим слоям на этом корабле. Лисянский увидел остров Пасхи. Почему он туда стремился? Потому что там были вот эти замечательные муаи. Это восхитительные статуи. С местными жителями торг удался, но не слишком сильно. Лисянский сделал вывод, что свиней нет на острове, ничего нет. И останавливаться на нем не надо. И этот остров нашими российскими мореплавателями был как бы не то чтобы забыт. С целью провизии сюда заходов не было. Но с целью посмотреть статуи муаи, конечно же, заходы были. И дальше отправились они на остров Нукухива. На Нукухиве, как я сказала, они воссоединились. Сейчас мы видим там современного жителя. Почему океаницы такие огромные на самом деле? Потому что они кушают рыбу. Рыба – это витамин А, это витамин роста. И они выросли по 2 метра. На Самуа рядом с Тонгой и тем же самым островом Нукухива есть такое государство Самуа. На Самуа живут самые сильные люди нашей планеты. И совсем недавно самоанец, который был самым сильным человеком на Земле, скончался как раз на Самуа. И вот так вот представляете, вот вы без GPS-навигаторов, без сотовых телефонов причаливаете к берегу, и вас встречают вот такие вот интересные люди. Это, конечно же, приключение очень опасное. Что касается этих клыков, это могут быть клыки даже кошелота. И чем сильнее мужчина, тем больше размер животного он должен победить. И победив этого животного, он для своей маны, для увеличения собственного веса в глазах соплеменников, вывешивал все регалии, все трофеи себе вот сюда вот на грудь и носил это в честь того, что он очень сильный человек. И маленький морец Коцебу тоже захотел себе вот этот вот клык, и один из островитян подплыл к нему с таким клыком на шее и обменял на очень-очень такой ценный железный предмет. И когда морец Коцебу, которому было всего-то 13 лет, взял этот предмет, взял этот клык себе в руки, выяснилось, что это не клык, а просто недозрелый банан на веревочке. И тут островитянин рассмеялся, ну и как бы сказал, что спасибо за веселье, и вернул этот предмет морецу. Но там присутствовали более взрослые люди, и эти более взрослые люди вернули этот предмет островитянину и сказали, что это за то, что он их так весело повеселил. То есть розыгрыши очень ценились, конечно же. Команда очень молодая была, ну всем около 30 лет, да, ведь вот от 13 до 30. Веселое мужское, ну братство сложно назвать, потому что, как я уже сказала, конфликты, 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 конфликты. На корабле сделали татуировки все члены команды. Крузенштерн сделал себе над предплечье надпись «Жюли», это имя его жены. И в дальнейшем там побывал Поль Гоген, и рядом с Польем Гогеном могилу себе обрел Жак Брель. Это такой интересный музыкант французский, которого если внести в телефонный поиск, то можно увидеть, кто он. То есть его все слышали, просто может мало кто знает, кто он такой. Вот такое интересное место. И именно это место выбрал себе Крузенштерн. Почему? Потому что Крузенштерн и Лисянские были на самом деле первыми туристами в океане. И прокладывая свой туристический маршрут, они, конечно же, хотели там посмотреть и достопримечательности тоже. Но вместо прям таких достопримечательностей они увидели совершенно удивительную ситуацию. Их при причаливании к острову Нукухиева встретил одичавший француз Жан-Батист Кабри. Их встретил англичанин Эдвард Робертсон. Сначала Робертсон, потом они уже знали, что есть и Кабри. И эти два человека были в ссоре. Они не общались, они не дружили, друг друга ненавидели, подговаривали Крузенштерна, что один хуже другого. Но Крузенштерн сделал вывод, что да, у французов характер чуть-чуть похуже. Потому что в целом Крузенштерн был близок к английской культуре, а англофонная культура, она немножечко отличается. Вот Крузенштерн решил, что Робертсон немножко повеселее, а вот с Кабри сложности могут быть. Что случилось с этим французом Жаном Батистом Кабри? В тот день, когда корабли Нева и Надежда подняли якорь, подняли паруса и начали отчаливать рано-рано утром, выяснилось, что среди каких-то там завалов на палубе вдруг вылез этот самый француз Кабри. Оказывается, они его взяли с собой. И встает очень интересный вопрос. Крузенштерн сделал это намеренно, увидев, что он спит среди вот этого всего, напившись. Он был напившись пьяным и спал беспробудно. И он совершенно не слышал ни отчаливания корабля, ни команды. То есть человек как бы проспался, как говорится, вылез с похмелья и увидел, что его остров уже очень далеко находится. Но Крузенштерн не мог повернуть обратно и доставить его обратно на остров. Потому что ветер дул не в ту сторону. Если бы он задержался хоть на один день, то он рисковал провизией своей команды. Потому что провизию хорошую взять не удалось на этом острове. Слишком мало было провизии. Поэтому он сказал этому французу, что он его высадит на Камчатке. И дальше француз может своим ходом, или даже на Гавайях он его может высадить. И дальше француз своим ходом может на проезжающих кораблях вернуться в свою семью. А он за 7 лет проживания там себе уже обрел и семью, дочку вождя, жену, и детей родить там успел. И в принципе был безумно счастлив. И он очень спокойно вошел в это племя, как говорится. И он как раз стал замечательным информатором о культуре того племени, с которым он вступил в такие тесные, так скажем, интимные, близкие отношения. В частности, Телезиус записал песню Людоеда. И даже удалось ее перевести. Перевод какой? Где этот огонек? Огонек – это имеется в виду пламя костра на острове. А зачем пламя этого костра горит? Чтобы жарить врага. Давайте разведем огонь. У нас есть огонь. Станем его жарить. Мы его поймали. Он хотел бежать. То есть они поймали пленника. Пленник хотел бежать. И теперь он убит. И у пленника сестра плачет, родители плачут, дочери плачут. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый день плачут. То есть мы видим, что конфликты были между французом, между британцем на острове. На этом острове были конфликты между какими-то племенами, которые жарили неприятеля и кушали его. То есть конфликты, 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 везде конфликты. Мало того, в порты, когда они заходили на кораблях «Надежда» и «Нева», они должны были очень аккуратно следить за своими предметами, потому что в портах было воровство. Воровали все. Даже какой-то молодой португалец, который побывал на борту, украл все, что мог, и корабль отчалил. Только потом заметили кражу, при этом португальцам доверяли. Оказывается, не надо было. У Телезиуса почти уже закончилась экспедиция, и у него вдруг пропал комод. И Телезиус сказал, что он уже просто не переносит. Ну куда комод мог деться? А деться он мог куда угодно, потому что корабль постоянно приходилось чинить. Он был не очень хороший. И на берегах, в портах они постоянно выгружали свои предметы, прочищали корабль, чистили его от крыс, залатывали течи, которые были. Котлы у них прохудились кухонные, пришлось их тоже чинить. И постоянно это было сопряжено с тем, что нужно было вытаскивать предметы, просушивать их, перекладывать, перекладывать, перекладывать. И, конечно же, что-то периодически пропадало. У Отто Коцебу вдруг пропало 12 рубашек. Оказывается, их украл тот самый японец, который принял христианство. Другой японец это обнаружил, сказал, ах ты вор, и вернул эти рубашки. В общем, чем только они не занимались, каких только конфликтов не было. Потом посреди плавни им стало настолько скучно, что ввели карточную игру на деньги, игра в мушку. Поиграли на деньги немножечко. Потом это все прекратилось. Лансдорф, умный человек, сказал, что все, ребята, хватит, так нельзя делать больше. И всем опять стало скучно. И со скуки вот то граф Толстой, американец, там развлекался, то граф Рязанов развлекался. Я думаю, что о графе Рязанове поподробнее вам расскажут 4 декабря. Очень советую в 16.00 прийти, как раз объявление есть на сайте. Надеюсь, думаю, что будет прекрасная просто лекция как раз о конфликте. Поэтому я не застреваю на этом вопросе, а стараюсь рассказать, что были конфликты и в портах, и с воровством, и между собой, и какие-то розыгрыши были, и воспитание малолетних детей. Про этих двух морицах периодически они, конечно, с недовольством высказываются, что дети бегают под ногами, как говорится. Но это было необходимо, потому что если в детстве ты не начал свою деятельность, свою карьеру, то потом очень сложно. Это так же точно, как с изучением языка. Если до 15 лет язык не лег в твое сознание, то после 15 лет останется ужасный акцент, невозможно будет воспринять уже живой этот язык. Поэтому умный Крозенштерн своих племянников взял с собой в этот дальний, очень опасный поход. И он не прогадал. И что касается художников на борту. Экспедицию прославил Телезиус своими рисунками. Они оказались ближе всего к фотографическому изображению, почти как к фотографии. А вот другие два художника, которые намеренно были взяты в экспедицию в роли художников, рисовали так, что Ливенштерн пишет, что вообще не похоже. Что они даже горы нарисовать не могут так, чтобы их можно было узнать с берега. И поэтому их высадили на Камчатке. Кто уже прочитал, тот уже смеется. Ливенштерн, он очень человек с юмором, поэтому дневники не имеют широкого хождения, потому что они предназначены для умных людей, которые понимают, что и Ливенштерн тоже не всегда прав. Это скорее очень личные такие записки, которые можно рассказывать на кухне за чаем, так скажем. А вот и школьникам давать это почитать, я думаю, что не стоит, потому что патриотическое воспитание должно быть патриотическим. И вот такого рода розыгрыши, вот такого рода отношения были на корабле. Опять же говорю, эмоции были очень яркие. И вот эти эмоциональные мужчины разделились на Гавайских островах. И дальше Лисянский по плану отправился в Новоархангельск. Оттуда он привез исключительные экспонаты, которые лежат сейчас на выставке. Шлем Медведя, шлем какого-то чудища с зубами. Его можно видеть, но неизвестно, взял ли он этот шлем добром или не очень добром, потому что схватки русских и местных все-таки происходили периодически. И те, и другие охотились на коланов, но русские в огромном количестве, местные не понимали, зачем это происходит, почему отбирают их земли, их угодья и так далее. И, конечно же, были стычки вооруженные обязательно, в обязательном порядке. Грузенштерн в этом не участвовал, он приплыл вместо этого в Японию для того, чтобы там представился Рязанов как посол Российской империи императору. И там они продержались на якоре, на рейде так называемом, почти шесть месяцев, потому что все это длилось долго, и все это было очень тяжело на самом деле, но пока что насчет Гавайских островов. Почему Грузенштерн там не остался? Он всего два дня простоял, взял минимум питания, все, что успел, и отчалил, потому что там все женщины, в отличие от Маркистских островов, были заражены какими-то ужасными болезнями, которые были прямо на коже видны. И врач Эспенберг не пустил этих женщин на борт, он сказал, что этих женщин нельзя пускать на борт, а вот на Нокухиве можно было пускать женщин на борт, потому что врач сказал, можно и даже нужно для здоровья моряков, психического в первую очередь. Потому что женщины им и спели, и станцевали, и жены вождя пришли на корабль, и вождь пришел на корабль, и все смотрелись в зеркало, и всем было весело, и все испробовали местные блюда, и какие-то местные напитки, угостили их вином. В основном островитяне, кстати говоря, вино и сильно алкоголь не принимали, они плевали, говорили, фу, горько, какая гадость, как вы это пьете, это вообще невероятное что-то. Но на Гавайях уже пили хорошо к этому времени. И Джеймс Кук наградил гавайцев венерическими болезнями, он и его команда. И, к сожалению, эти венерические болезни распространились по Гавайям, и женщин на борт пускать было нельзя. И как раз вот тоже был из этого конфликт, моряки были, конечно же, раздосадованы, им было очень больно и горько от этого факта, что женщин на борту не будет. Вот опять на Крузенштерна обиделись. Как себя вел Крузенштерн в конфликтах? Он старался не влезать, не участвовать и не разрешать даже эти конфликты. Он пытался, видимо, сначала, а потом понял, что все, что от него требуется, это правильно и четко руководить кораблем. Потому что Рязанов говорит, что якобы он главный, кто-то там на стороне на одной, кто-то на другой. Если каждому влезать в их конфликты, то просто потеряются нервные силы. И поэтому все, как один пишет, что Крузенштерн себя вел с честью и достоинством. Это был человек исключительных, моральных, хороших качеств, достаточно жесткого характера, твердых принципов и очень последовательный. И когда он появлялся, то ссоры сами с собой утихали, потому что этот человек влиял именно так, благотворно, на всю команду. И тот же самый Ливенштерн, следует отдать ему должное, писал, что именно Крузенштерн был той самой фигурой, которая не позволила совсем этому кораблю развалиться, то есть на группы, на части. Потому что периодически они говорили друг другу, ребята, все, ссоры позади, давайте займемся делом. И занимались делом. Например, алгебру и геометрию ученые преподавали маленьким Коцебу. Морицу и Отто, они там учились, ехали. У них школьная программа была хорошая там. Правда, Лангсдорф пишет, что он находил много ошибок в их расчетах. Но ничего, детям можно. Рязанов изучал японский язык в это время, ведь он ехал в Японию, ему нужно было выучить японский язык. И те самые японцы его учили японскому языку, как могли. И немножечко Рязанов начал осваивать и составлять словарь. И стоит отдать должное Рязанову в том, что он составил словарь из 5000 слов. На тот момент это был самый объемный словарь русско-японский. Далее, после Гавайев, как я уже говорила, корабли разошлись, и Крузенштерн отправился с обиженными своими матросами в Нагасаки на рейд. Шесть месяцев простояли. Все эти шесть месяцев японская страна присматривалась к Рязанову, как он себя вел. А Рязанов сначала вел себя достойно, но это такой человек, который очень начинает скучать месяца через три однообразия. То есть этому человеку больше, чем три месяца однообразия давать нельзя. То есть он сломался на Тенерифе, объявив там себя главным, вступив в первые конфликты. Он затем вел себя, очень как-то взбывал машины и сумбурно на Маркизских островах, пытался выменить очень много интересных предметов у островитян. Вот Крузенштерн, например, выменял у островитян очень интересные предметы, которые вряд ли, конечно, отсюда можно будет увидеть. Вот, например, сигнальную ракушку, еще что-то. И, к счастью, несмотря на воровство и так далее, все эти предметы прибыли в Императорскую академию наук, и там были переданы в музеи. И в дальнейшем сейчас это все находится в кунцкамере и некоторых еще музеях мира. И что касается возможности ознакомиться с коллекциями, то музей исторический вот этот самый издал вот эту замечательную книгу, которую необходимо себе иметь, потому что в книге уникальные сведения, уникальные фотографии уникальных экспонатов, которые сейчас собраны под одной крышей, а потом они опять разъедутся по разным музеям. И чтобы их все увидеть вместе, надо будет посещать много-много музеев, в том числе за рубежом. Сейчас эта книга доступна, и я просто очень советую ее приобрести, потому что такой уникальной книги больше не будет вообще никогда. И как раз здесь можно еще раз поподробнее узнать и о конфликте Рязанова с Грузенштерном, и о поведении японцев на борту и так далее. Конечно же, Рязанов вступил в конфликт через три месяца уже. Под конец своего пребывания там он себя вел уже просто, как мы бы сейчас сказали, паахабно. И, конечно же, японцы не только из-за этого, по многим другим причинам, к сожалению, отказались тогда вести торговлю с российской стороной. Очень вежливо дали отказ, посмотрели все подарки. Все подарки вот нарисованы, перечислены тут, нарисованы они кем, самими японцами. Вот так японцы видели Рязанова с японской девушкой, с гейшей, которые были предоставлены ему. И все вот эти замечательные подарки японская сторона посмотрела, изучила, очень тщательно понюхали, даже на вкус попробовали. Это была такая церемония изучения всего нового. У них был этикет, у них были правила. И тот же самый Ливенштерн пишет постоянно о том, какая жесткая у них дисциплина у японцев, какие у них жесткие правила, которым они неукоснительно следуют. И он восхищался на самом деле четкостью японцев. А что касается этих подарков, то один из подарков можно увидеть на выставке. Это ваза, которая стоит целая и невредимая сейчас на выставке. Я была поражена, когда ее увидела. Вообще не думала, что сначала читаешь об этом, а потом раз и видишь этот предмет вживую воочию. И там еще есть очень много чего интересного. С гидом нужно обязательно посетить эту экскурсию. И еще раз слайд о том, как закончил свою жизнь 42-летний Рязанов. Он пешком пошел через Сибирь. Зачем? Чтобы у Папы Римского через императора Российского выпросить согласие на свадьбу с католической девушкой, которая была дочерью коменданта форта Сан-Франциско. Через Сибирь пешком из Камчатки вышел. Пошел на лошадях, на своих двоих, на санях, как угодно. По сухон пошел. Но вышел не вовремя. Была непогода. Он подхватил воспаление легких и скончался рядышком с Красноярском. Поэтому там находится удивительный музей с удивительными экспонатами, которые, скорее всего, остались от Рязанова. И что касается кругосветной экспедиции. Как я уже говорила, она была бесценной, несмотря на конфликты, несмотря на ссоры. Ученые, например, поругались из-за черепа. Я его заложила в закладочке. И, к сожалению, в закладочке сейчас я быстренько попробую показать. А вот они. Ученые поссорились из-за черепов на Маркистских островах. Потом у одного из участников украли руку мумии, которую они добыли где-то в другом месте. В общем, все было очень интересно. Этот череп, вот так вот он выглядит. Тем не менее, люди-то они все были очень умные. И поэтому они сделали колоссальный труд. Например, на кораблях Крузенштерна велась картографическая съемка окрестностей, пока они стояли на рейде в Японии. Лангсдорф сделал воздушный шар, запустил его. Несколько неудачных попыток, потом удачно, потом он упал на японской территории. И боялись, что будут последствия, последствий не было. То есть на самом деле событий столько было, что все не перескажешь. И была выявлена даже причина свечения моря. Оказывается, это были микроорганизмы. То есть на корабле был микроскоп, и был ученый, который посмотрел микроскоп и сказал, что светятся маленькие крошечные микроорганизмы. Были составлены чукотский словарь, айнский словарь, как я уже говорила, японско-русский словарь. И по завершению этой экспедиции отправился в путь кругосветное плавание Отто Коцебу, племянник Крузенштерна, с подачи Крузенштерна. И уже в 1824-1826 года, когда Коцебу вернулся из кругосветного плавания Крузенштерна, смог создать самый точный для того времени атлас Южного моря. Как мы помним, Коцебу исследовал Маршаловые острова, нанес их на карту, и тем самым завершил, ну не совсем завершил, Литки тоже было еще, много было мореплавателей. Вообще порядка 30 было экспедиций, из них несколько научных было экспедиций, 5 как минимум, под начальством Голубнина, того же самого Беллинсгаузена, которые тоже занимались исследованием направления ветра, скорость ветра, соленость воды, глубина солености этой воды, то есть на какой глубине какая соль этой воды, температура воды. И это все положило начало науке океанографии. Вот что сделала эта замечательная экспедиция. И самое главное для Российской империи, в чем была ее польза, был проложен удобный маршрут, который в дальнейшем продолжили пользоваться следующие российские мореплаватели, конечно же. И было налажено снабжение наших колоний русских в Русской Америке. Потому что главное, из-за чего страдали поселенцы на севере, конечно же, отсутствие питания. И благодаря именно как раз Рязанову эта цепочка питания была налажена. Потом возник в 1812 году форт Росс, это такое поселение русское в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско, для того, чтобы снабжать едой наши северные колонии. То есть вот какое было значение этой экспедиции. Вот как выглядит атлас Южного моря Крузенштерна. Кстати, его листы можно видеть тоже здесь на выставке. Это один из потомков Крузенштерна. Он живет в Санкт-Петербурге и частично он живет в Германии. Он женился на немке, у него немецкие детишки бегают. И надеюсь, что они тоже будут сохранять память о великом своем предке. Потому что этот человек очень старается, еще один человек тоже очень старается. И как раз в интервью потомок Крузенштерна сказал, что это самая большая выставка, самая мощная из всех выставок. И тепло отозвался о своем предке. А то, что Крузенштерн заботился о моряках как родной отец, это было на самом деле правда. Всего два раза пришлось наказать немножечко моряков несколькими ударами палок, для того, чтобы немножко их привести в чувство. Один раз, когда они слишком сильно напились в кантоне и слишком загуляли с местными китайскими женщинами. И другой раз, немножко побил он их палочками, ну не он лично, исполнили наказание. Когда тот человек, который стоял у руля, у штурвала, повернул его вместо одной стороны в другую и чуть не врезался в борт Лисянскому. Это заслужило, правда, наказание. Это было очень справедливо. То есть Крузенштерн – это человек очень справедливый, не зря ему потом доверили руководить учебным детским заведением, которое было в плачевном состоянии при Крузенштерне, немножечко стало процветать. То есть это был на самом деле человек заботливый, это можно увидеть в глазах на его любом портрете. То есть и в старости, и в молодости смотришь и понимаешь, что глаза у человека добрые-добрые. И благодаря нему все-таки конфликтов было чуть-чуть меньше. Они были не в такой, наверное, острой форме, как могли бы быть. Так что спасибо за внимание, огромное еще раз спасибо, что пришли. И что касается, опять же, сигнальной ракушки, которую привез Крузенштерн, что это такое? Сигнальная ракушка выглядит вот так. Она называется рок-тритона. Я сейчас попробую изобразить звук, который из нее идет. Дома я отпилила макушечку. Должен быть примерно сантиметр в диаметре, потому что иначе ничего не выйдет. И сюда нужно налить воды. Если вода не протекает, то нужно взять шуруповерт, самую маленькую насадочку, просверлить вот тут вот дырочку. И попробовать еще раз налить воды. Если вода протекает, то цель достигнута. Вот теперь получилось. И чем дольше звук, тем дольше будут жить молодожены, для которых играют на этой ракушке. Чем дольше звук, тем больше угроза для врага, если это объявляется война этой ракушкой. Если человек просто стоит и дудит на берегу, возможно, он передает сигналы на другой остров и так далее. То есть это очень полезная вещь в океане. Я принесла салфеточки стерильные, проспиртованные. И можно, кто хочет, подудить на этой ракушке. И очень хорошо, что несмотря на огромное количество воровства, которое было по ходу всего этого путешествия, бесценные экспонаты, Иван Федорович все-таки привез к нам. И это просто замечательно. И также на Гавайях еще есть такие бусы. Называются эти бусы семена кукуи. Кукуи – это замечательное дерево. Оно называется свечное дерево от слова свеча. Вот эти плоды использовались гавайцы вместо свечей. Они очень масляные, очень долго горят и дают хорошее освещение. Вот эти плоды, они на флаге Гавайев есть. Эти плоды сейчас дают всем путешественникам, кто побывал на Гавайях. Я не была на Гавайях. Но на Гавайях были люди, которые через Авито это бесплатно раздают просто-напросто. И вот я не могу бесплатно, я за шоколадку просто. Я привезла очень хорошую шоколадку. Вот взяла эти замечательные бусы, тоже их можно потрогать, пофотографироваться. И, конечно же, вот есть еще гавайские бусы леи. Эти леи надевают всем подряд и гостям, и так далее, и на свадьбах, и все прочее. Потому что это цветочек гибискус. А гибискус имеет символическое значение в странах океании. Он означает плодородие, любовь, удачу, и все, что может... Как бутылка шампанского для нас скорее. Для них это гибискус. То есть мы когда дзинь делаем шампанским, то мы желаем счастья, здоровья, удачи и так далее. А они сами себе желают счастья, здоровья. Они просто берут цветочек и себе волосы вставляют. И все наши мореплаватели описывали островитян как очень красивые, празднично разодетых людей, которые следили за своей модой, за стилем, и какие у них красивые татуировки, и какие у них красивые лица, и какие они статные, и какие они привлекательные, мощные, хорошие, рельефные у них были тела. И поэтому так много зарисовок именно вот этих людей, потому что они, правда, очень красивые. Особенно девушки, особенно молодые, потому что со временем они превращаются в огромных, таких вот полных женщин. Потому что они хорошо кушают всякие углеводы, так как на островах, как я уже говорила, с белком проблемы, со свиньими проблемами. Каннибализм – это тоже иногда вынужденная мера. Например, на Фидже съедали маленьких детей лишних. Когда были периоды голода. Период голода может наступить очень легко. Например, вы высадили урожай, он почти созрел, тут прошел тайфун, но вашего урожая нет, его просто смело с лица земли, и вы остались без еды. Вы идете и мочите соседей для того, чтобы восполнить нехватку еды. Ну, что делать? Или же ритуал был вот такой, что если соседей жалко, или, например, слишком мало сил, чтобы с ними бороться, с этими соседями, то можно и собственных детей немножечко пожертвовать. Такие вот были нравы в те времена. Так что хорошо, что мы тогда не живем, а живем сейчас. Раньше не всегда было лучше, на самом деле. И сейчас гавайские браслетики тоже через Авито по 100 рублей почему-то, натуральный жемчуг, дают туристам. Вот чем сейчас живут Гавайи. Танцами, развлечениями этих ракушек, бусиками и вот такими вот прекрасными браслетиками, которые тоже вот можно посмотреть и потрогать, кто хочет. И еще огромные военные базы США. Да, базы США, конечно, на Гуаме, на Окинаве. И сейчас они хотят поставить суперсовременное ПРО, которое... А у нас сейчас как раз с Соломоновыми островами президент Путин издал указ о установлении отношений техник с Соломоновыми островами, потому что там тоже можно разместить нашу какую-то интересную спутниковую связь. Вот там вот налаживать через Соломоновые острова. То есть сейчас все страны, особенно ядерные державы, пытаются утвердиться на этих островах. Поэтому вопрос океане тоже как раз интересен, что наши туда плавали. Остров Лисянского, кстати говоря, остался, да, насчет открытий. Лисянский все-таки вот своими зигзагами плавая, все-таки открыл он, все-таки, вот все-таки он открыл. И Крюзенштерн в своем атласе назвал этот остров Лисянского, все-таки польстил своему другу, как говорится. При этом ни один остров именем себя он, конечно, не назвал. Это уже потом. Впоследствии, там, если какие-то названия носят название Крюзенштерна, то это не он сам себя назвал. Вот он был человек очень скромный, на редкость скромный, порядочный. Когда читаешь его дневник, то проникаешься ощущением стабильности, спокойствия. Слово чести, ничего кроме чести на ум не приходит, просто честь. Вот что такое честь, достаточно прочитать. Это дневник, у кого есть дети, детям желательно прочитать этот дневник. О том, что такое честь и достоинство. Вот. И такое легкое-легкое чувство юмора, которое не ранит вообще никого. И тем более этих островитян. Потому что, ну, бывало всякое, да, ведь раньше была такая мода, когда высшие слои немножечко позволяют себе смеяться над низшими слоями, да. И смеяться над островитянами, ну, иногда даже было принято. Тогда, тем более, были, извините, человеческие зоопарки, да, тогда, в те годы. Вот. И Крюзенштерн, конечно же, это не позволяет. То есть ощущение, что читаешь современника. Вот что такое Крюзенштерн для меня лично. Так что спасибо за внимание. Если кто-то хочет, вот можно пофотографироваться. Спасибо. Спасибо.